всем большой привет рада вас видеть на моем канале и сегодня я хочу с вами немножко повышевать и поотвечать на вопросы тега которые нам сделала люба и и канал называется кростей связь люба она делает очень интересные теги и я хочу ответить на вопросы тега вышивальная диета или одержимость вышивать я буду с вами вот этот дизайн от дома крафт утки мандаринки канва с напечатанным фоном я уже вам говорила вот мои ниточки здесь рядом на планшетках вот так же со мной всегда есть вот такой резачок который это по моему фирма гамма он уже давно со мной к сожалению не очень хорошее качество и ножнички затупились они уже плохо режут ниточку но тем не менее еще можно ниточку подрезать чем хорош этот резачок тем что здесь есть также нитковдеватель скрытый и дороге это очень практично удобно не всегда получается ставить ниточку поэтому есть у меня вот такой вот резачок присматриваю себе купить новый но пока как-то еще вот не решилась хороший здесь карамельчик такая застежка удобно можно или отстегнуть шнурочек или оставить и дизайн хороший цвет все нравится но к сожалению они уже стали не очень остренькими так ну что что я здесь вышиваю надеюсь будет видно я сейчас вышиваю уже правый угол дошла практически но конечно здесь еще много до правого угла вот как вы видите есть что вышивать но потихоньку приближаюсь так как эту работу я вышиваю всего по ниточке когда-никогда она и движется медленно но сегодня с вами мы повышиваем под так и возможно я не хорошо продвинусь и так начнем отвечать на вопросы 1 планируете ли вы вышивальную диету насколько и когда какая максимальная сумма трат в месяц вы знаете когда вот только на youtube появилась вот это вот движение cross stitch from стаж и девочки делали различные такие скажем вышивальные диеты они ничего не покупали они делали на спор что вот ничего не будут покупать мне вот в первое время хотелось конечно присоединиться и тоже немножко так сказать попаститься но к сожалению я не тот человек я человек увлекающийся и у меня это было не сработало в принципе это не сработало я вот себя пыталась держать у меня не получается я влюбляюсь какие-то дизайны в сюжеты которые вы показываете и не могу удержаться что-то я покупаю конечно мне хотелось бы немножко сократить мои покупки потому что логически я понимаю что мои запасы разрослись уже просто но каких-то необъяснимых размеров пытаюсь уменьшить объем моих покупок потому что я реально понимаю что все это я не вышли даже за всю свою жизнь и ну что это потом выбрасывать будут свои внуки или куда-то девать не знаю буду стараться уменьшать покупки насколько это конечно возможно возможно у вас следующий вопрос вы коррекционируете наборы схемы или покупаете чтобы строго вышивать девочки я покупаю все с целью вышивать и вот верите каждый набор вообще который я приобретаю я его покупаю с целью что вот скоро скоро я его буду вышивать вот сейчас закончу десятый начатый процесс и прям сразу приступлю новому наборчику но к сожалению все это не настолько легко процессы идут долго и поэтому покупки идут быстро много поэтому конечно руки не доходят до наборов которые я покупаю схемы я практически не покупаю точнее мне нет с кем который бы нет вру 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 но у меня почему-то получается идет какой-то постоянный прирост вот девочки себе себе ставят планы что вышел два три набора там один докупил и там или один начал а у меня все наоборот один процесс завершила два начала пять докупила норку положила вот поэтому конечно с такими такой геометрической прогрессии не нужно как-то уже себя стараться ограничивать так следующий вопрос у вас есть подруги по цеху вышивальные подруги у вас есть подруги вне вышивки вышивальные подруги по цеху подруги по вышивке но что могу сказать все блогеры девочки которые вышивают пусть даже они меня не считают своей подругой я их считаю своими подругами потому что я слежу за их деятельностью видео за их вышивками за их переживаниями за всеми творческими так сказать различными полетами и для меня это близкие люди и для меня все девочки подруги и мои подписчики тоже я считаю их своими подругами своими друзьями хотя конечно тоже мы вот ну не знакомы меня знают по видео а я как бы моих подписчиков в общем то не знаю тем не менее я отношусь ко всему нашему такому сообществу очень положительно и каждый человек для меня он очень важный очень ценный хотя я и редко пишу комментарии вот но девочки знайте очень всех люблю и все ваши видео обязательно смотрю вот перестанете ли вы общаться с ними на время диеты спрашивают но это невозможно вот потому что я видео буду смотреть значит общение вот таким образом у нас продолжается ну и соответственно так как на ютюбе постоянно у нас есть видео о покупках и даже не это стимулирует а больше отшивы как показано показывать девочки свои отшивы вот этот сам факт меня стимулирует на приобретение того или иного набора поэтому общаться я не перестану и значит вышивальная диета у меня в общем то и не получится вот так то цель вашей диеты купить что-нибудь для себя и своей семьи или сократить ненормальное количество наборов схем для вышивки ну видите у меня получается как таковой цели прям диеты нет хотя и в общем то хотелось бы немножко себя придержать вот и основная цель это конечно же уменьшить немножко свои запасы но хотя бы не дать им разрастаться с такой скоростью потому что уже есть даже проблема куда их складывать да я конечно нахожу разные коробки и разные места куда еще можно их пристроить и каждый новый наборчик несмотря на то что мне кажется что уже все места больше нет но я все равно нахожу куда это все пристроить положить тем не менее количество уже конечно для меня оно уже такое впечатляет большое количество и я думаю что надо немножко притормозить чтобы дать возможность и новым дизайнам которые постоянно выходят когда-то быть отшитыми приобретенными быть отшитыми вот так сейчас я тут отрежу хвостики немножко зарежу ниточку а то я собьюсь с смысле так что я вышиваю номер 13 номер 13 номер 13 так мне понравилась вот эта вышивка с нанесенным фоном очень удобно с ней работать следующий вопрос войдут ли аксессуары и недостающие нитки в вашу диету вот кстати про аксессуары хотела сказать что в принципе аксессуары это был такой вот пунктик на котором я всегда экономила и не баловала себя различными интересными красивыми приятными штучками вот благо меня балуют подписчики рукодельная фея вот у меня есть ножнички цапельки ножнички цапельки которым уже года четыре наверное они у меня одни они они в прекрасном состоянии отлично режут ниточку немножко конечно уже вот цвет они потеряли не такие они желтенькие но тем не менее они работают мне много вот ножничек не нужно потому что самые необходимые вот эти аксессуары там иголки ножницы нитковдеватель они находятся у меня в коробочке на столе и в любой момент то есть я процессы меняю а коробочка она всегда одна стоит на столе и поэтому мне в принципе не нужно много ножниц и на этом моменте я экономлю органайзеров я стараюсь тоже много не разводить по той же причине что их нужно куда-то складывать за ними нужно ухаживать если бы я была может быть домохозяйкой может быть не было бы это интересно но сейчас когда я работаю и есть как бы другие интересы в жизни хочется выйти погулять на природе то я стараюсь конечно вот на такие вещи не заморачиваться мне нравятся бумажные органайзеры для ниток вышел практично нравится не нравится потом эту бумажку выбросил стоит копейки и даже вообще не надо заморачиваться конечно очень удобный пак и все остальное но так как я развожу в последнее время много процессов иметь 10 пака или еще каких-то помощников мне вот не хочется все это громоздко искать место складывать организовывать это не для меня вот хотя несколько вещей есть и я ими пользуюсь приятно но больше мне в общем-то и не надо это поэтому на этом я в общем-то всегда экономила вот нитки ну нитки если где-то не хватает ниток в какой-то процесс тут уж как говорится экономить нельзя процесс должен двигаться должен вышиваться поэтому нитки всегда не докупаются по мере необходимости что провоцирует ваши траты youtube подруги instagram вк формы другие соцсети и как вы подходите к покупкам обдуманно или спонтанно ну конечно же самый главный провокатор это youtube как только я увижу у кого-то интересный какой-то процесс или может быть набор купленный или уже оформленную работу и происходит вот такой вот какой-то щелчок внутри то все иногда прямо в тот же момент я бегу и делаю заказ в интернет-магазине и все уже жду ручки потираю скорее скорее в других соцсетях я бываю но крайне-крайне редко в основном я конечно на youtube более удобно есть 2-3 часа вечера включил youtube он идет на автовоспроизведение смотрю ваши видео лайки ставлю и вышиваю одним глазом вышиваю одним глазом как говорится смотрю youtube вот а если заходить в другие соцсети то нужно на это отдельно выделять время коего очень мало и так поэтому конечно youtube самый-самый главный у меня такой провокатор ну что делать зато знаете youtube он тоже не только провоцирует к покупкам да но и помогает вот раньше в самом-самом начале когда только узнавала производителей я сидела в интернет-магазинах открывала одного с другим производителем смотрела какие наборы что да как дизайн вот на это тоже ходит много времени а сейчас этим не занимаюсь потому что все самое интересное я нахожу на ютюбе все показывают девочки рассказывают где купили почем купили сравнение цен то есть уже все вот на блюдечке подано в готовом состоянии иди и покупай что в общем-то я и делаю так что девочки делитесь вашими находками это всем полезно я думаю так следующий вопрос у вас есть список желаний с товарами для вышивки или вы отслеживаете что-то на сайтах нет я конкретных вот списков желаний не составляю на каких-то интернет-магазинах но когда я увижу что-то интересное я вот себе в уме да там такой галочкой помечаю вот такой наборчик мне бы интересно вышить вот такой-то дизайнчик хотелось бы вышить вот и все и просто оставляю эту тему если какой-то дизайн вот таким образом подмеченный не оставляет меня долго времени и постоянно крутится так скажем у меня в голове и я все о нем думаю и думаю то тогда уже да я бегу и покупаю вот а если я потом забываю об этом дизайне ну значит забылся и хорошо все переходим идем дальше по жизни больше не о нем не думаем вот вот были ли у вас разногласия споры с подругами супругами по поводу вышивки ну что сказать разногласия с подругами нет не было никакого разногласия потому что вышивать я стала уже переехав в Грецию здесь у меня нет скажем так подруг муж вначале очень так недолюбливал скажем мое занятие точнее не то что недолюбливал ему он казалось немножко странным потому что ну как бы ему казалось бессмысленным что я сижу вышиваю я могла бы там не знаю почитать что-то сделать и тут я сижу и вышиваю и как-то ему казалось это сначала странным но потом когда увидел какие работы получается когда видел как они смотрятся в оформленном виде и потом да он уже успокоился и в принципе проявляет интересы что я вышиваю какие там процессы иногда любит подшучивать надо мной но в принципе принял мое увлечение вот и все нормально нет никаких конфликтов следующий вопрос собираете ли вы нитки просто так было ли у вас такое заходите в магазин с отделом для вышивки и вас автоматически тянет что-нибудь купить если вы ничего не купили чувствуете ли вы себя плохо из-за этого ммм собираю ли я нитки просто так ну наверное собираю но не просто так нет не просто так нитки я собираю не просто так я имею ввиду тех нитках которые остаются от наборов ну нитки палитра дмс это понятно она должна быть это такой ключик каждой рукодельницы есть у меня палитра от пнк полная она тоже меня выручает и я рада что я ее приобрела вот нитки которые я собираю от наборов ну казалось бы вроде бы зачем их собирать в то же время иногда делаются какие-то мелкие поделки может быть где-то какого цвета не хватит и тоже пригодится оттуда какой какая-то ниточка собираю на всякий случай вот и шерстяные это от разных наборов собираю я нитки вот по поводу того что если заходишь в магазин и обязательно что-то тянет купить тянет купить всегда тянет купить хоть ниточку хоть что-то старая себя сдерживать иногда конечно чаще всего я не делаю никаких покупок потому что у нас выбор то не особо большой нет ничего интересного но хотелось бы вот когда я иду в магазин мне конечно хотелось бы что-то обязательно себе приобрести это приносит много положительных эмоций но покупаю я в основном конечно по интернету если у вас полная палитра ниток дмс анкор или других которые вы возможно никогда полностью не используете в своей жизни вы уже обзавелись бутылка для сбора остатков ниток так ну по поводу палитр я уже сказала у меня дмс есть у меня есть пнк анкор я собираю остатки опять же для тех случаев вдруг мне где-то чего-то не хватит каких-то ниточек вот и этими палитрами я очень активно пользуюсь особенно вот сейчас пнк у меня пошел всех ниток которых не хватает у меня в дмс я их добираю с палитр пнк и вышиваю замечательно никаких проблем вот я вышивала ниток господи что говорю вышивала рыбак от dimensions и там у меня не хватало каких-то ниточек пнк и прекрасно все вышила также ниточки пнк участвуют сейчас в сэмплере с подсолнухами без корню я вышивала ну в общем пользуюсь я палитрами постоянно пользуюсь они у меня не просто так для антуража по поводу бутылки для сбора остатков для меня вообще это какая-то загадка я знаете не собираю никакого мусора пыли там обрезков остаток ниток я не понимаю зачем это нужно ну у всех конечно свои приколы почему бы и нет но мне вот честно мусор собирать абсолютно не надо я все нитки обрезки собираю выбрасываю чтобы не было лишней пыли и мусора да так следующий вопрос если бы вам дали 500 долларов подальшим сертификатом магазине вышивки как быстро бы вы их потратили и на что такой вопрос прям да я бы их потратила за полчаса ну за час максимум скорее всего на что бы потратила о 500 долларов это хороший подарочный сертификат есть на что потратить и на наборы и на схемы дизайнерские и станок можно купить ну даже если рукодельница будет новичок и ничего у нее не будет на 500 долларов можно полностью так сказать приобрести все необходимое для рукоделия хороший был бы подарок 500 долларов на на вышивку красота какой процент вашей норы запасов у вас отшито какой процент ой да ничтожный вообще процент сколько у меня отшито может процентов 10 10 ну может быть ну да я бы сказала так процентов 15 где то так то есть мне еще шить и шить я говорю мне на всю жизнь хватит моих запасов так что тут еще просыпаетесь ли вы ночью и проверяете ли телефон возможно вам кто-то написал или спросил по поводу вышивки нет вот такого у меня нет слава богу мы еще так не докатились чтобы уже ночью просыпаться нет Jason чувствуете ли вы себя плохо если вы не вышивали один-два дня становитесь ли вы злой если что-то пошло не так и приходится порот срываетесь ли на близких из-за этого чувствуете ли вы себя плохо если не вышивали outta assign да если я вот долго не вышивала у меня сразу такого чувства ну не то чтобы мне плохо знаете вот хочется уже вернуться к вышивке начинаю скучать по моим крестикам, думать о них, да, хочется вернуться к рукоделию, вот, поэтому у меня нет долгих перерывов, даже если случается, из-за работы какие-то дни я не вышиваю, я прям потом, как голодный человек, бегу к этой вышивке хоть немножко, но повышевать, кстати, вот этот меня процесс очень сильно спасает, я могу вышить одну-две ниточки вечером или утром, и все, и вроде бы как повышевала, все успокоилось, не знаю, девочки, может быть, это болезнь такая, но вот есть необходимость именно вот повышевать, становитесь ли вы злой, если что-то пошло не так, и приходится пороть, срываетесь ли вы на близких, нет, ни на ком не срываюсь, конечно, меня всегда расстраивают ошибки, если мне приходится пороть, и я тогда что делаю, если я вот, допустим, вышивала-вышивала, и я вижу, что у меня начинаются, начинают эти какие-то ошибки, я тогда меняю вышивку, я понимаю, что просто я устала от этой вышивки, не нужно себя мучить, изводить, нужно сменить процесс, и все, отвлечься на что-то другое, и, в общем-то, я так и делаю, я вообще человек, как-то, наверное, не очень внимательный, у меня периодически случаются такие моменты, что мне нужно либо что-то подпороть, ну, немного, там, может быть, 10-20 крестиков, но все равно, либо что-то как-то немножко переделать, вот, и если у меня такие моменты начинают происходить, то я всегда сразу меняю процесс, и все. Последний вопрос. Вы предпочитаете провести время с вашими друзьями, с супругом вышивки, переживаете, что долго задерживаете с ними? Не совсем понятно мне этот вопрос, ну, если имеется в виду, что кому я больше отдаю предпочтение своим близким или вышивке, и, конечно, близким я отдаю предпочтение, мы любим на выходных ходить, гулять на природе, вот, а в будних днях, так как мы работаем вместе, то нам нужно какое-то время вечером немножко, как бы, отдохнуть от всего, вот, я сижу вышиваю, может сидеть читает, мы вообще отдыхаем от от всего, потому что мы работаем с людьми, постоянно у нас, как бы, беседы-беседы, люди разные, и это очень сильно утомляет, поэтому хочется немножко какого-то одиночества, да, вот, посидеть со своими любимыми какими-то вещами позаниматься, может, читает про собак или специальную литературу, а я вышиваю, и вот так мы отдыхаем, вот, но когда у нас выдаются дни, выходные или еще какие-то моменты, то, конечно же, мы предпочитаем быть вместе, так, и все, вопросы закончились, очень интересный тег, так, поразмышлять, подумать о нашем, рукоделии, о наших запасах, потому что много есть, конечно же, дискурсий по поводу быть запасом или не быть запасом, и у всех свое мнение, и это правильно, нет, невозможно иметь единого такого мнения, да, как бы устава, вот, каждый должен жить своей жизнью, и если кому-то нравится тысячу наборов медь, почему бы и нет, а если кому-то в тягость, то, значит, нужно все распродать и тоже жить счастливо, вот, мне мои запасы приносят радость, но, честно сказать, не хочется мне прям их доводить до огромных-огромных количеств, хочется, конечно, чтобы они у меня вышивались, ну, и по чуть-чуть, по чуть-чуть приходили в мои запасы, таким постепенным, чтобы у меня был постепенный такой оборот моих наборов, моих запасов, вот, спасибо, что вы были со мной, я желаю вам хорошего настроения, ну, и, конечно же, до новых встреч, пока-пока! Продолжение следует...